Приветствую вас. Если вы говорите именно о профессиональной помощи, то профессиональная помощь оказывается непосредственно в индивидуальной консультации. То есть вам нужно обращаться к выбранному психологу вами, для того, чтобы соответственно все детали прояснить и выбрать стратегию. Потому что, ну, рассказали вы о своей девочке вообще совсем немного, чтобы понять, какой она человек, и чтобы понять, какой к ней можно выбирать подход. Вот. Я могу сказать, я могу сказать, значит, что вы выбрали изначально стратегию какую-то, знаете, такую, ну, не совсем правильную. То есть вот вы пишете. Буквально месяц назад я познакомился с девочкой. Ага. Мы начали встречаться. Я отношусь к ней открыто только с добрыми побеждениями. Хорошо. Это здорово. Что вы открыты и с добрыми побеждениями. Вопрос в том, для чего. Вот именно вы для чего это делаете. Именно вам зачем это нужно. Дальше. Значит, девочка, да, и какие у вас ожидания от девочки в ответ на ваше поведение. А девочка с прошлым опытом не может больше поверить в любовь с чувством. Ну, если у девочки была травма, то ей нужно обращаться к психологу и уже с психологом решать свои проблемы. Потому что вы не психолог и помочь ей не можете. Кроме того, вы заинтересованное лицо. То есть у вас есть свой интерес в том, чтобы она поверила в любовь. А это как бы нагладивает отпечаток, вмещает. А дальше. Раньше она считалась иначе. И когда у нас связывается разговор, она не может почувствоваться со свободной, говорить, что ещё не привыкла ко мне. Хотя только радости мы испытали вместе. Нет, ну, месяц, вообще-то говоря, довольно маленький срок. И если девочка не привыкла к вам, то это ещё вполне нормально. Другое дело, сколько вы проводите времени за этот месяц. То есть если вы встречаетесь каждый день, это одно. Если вы встречаетесь раз, два раза в неделю, это другое. Вот. Поэтому я полагаю, что здесь, в общем, если она не привыкла к вам, то это ещё вполне нормально. Интересно, какие радости вы испытали вместе, от чего была радостна именно она, девочка, в смысле. Вот. И почему вы считаете, что эти радости должны обязательно вас сблизить? Опять же, зависит от того, сколько лет вам и сколько лет девочке. Прошлая любовь закрыла доступ к проявлению чувств, к доверию ко мне. Я правильно рассуждаю? Нет. Неправильно. Рассуждайте. У девочки были некие представления о себе, у девочки были некие потребности, которые она пыталась удовлетворить через любовь. Из-за этого прошлые отношения были для неё более значимы, но они не дали ей того, что она хотела. И теперь она боится вновь раскрыться, потому что она опять будет этого хотеть, и она опять же будет страдать, по её мнению. И здесь, соответственно, задача такая, чтобы помочь девочке самостоятельно удовлетворять свои потребности без любви. Относиться к людям как к партнёрам, а не как к каким-то средствам для удовлетворения потребностей или наоборот. Вот. А если случается конфликт, то решаем его сразу, находим компромиссы. Вроде всё правильно и хорошо. Ну. Здесь, мне кажется, история немножко принимает такой, знаете, насильственный характер. То есть, вы говорите, что всё вроде правильно и хорошо. Это на самом деле очень оценочное осуждение, потому что правильно с точки зрения кого, хорошо с точки зрения кого. Понимаете? Вот. Тут непонятно. Вот. Вам комфортно, например? Хорошо. Девочке комфортно, например? Хорошо. Ну и всё. Мне кажется, вы спешите слишком, потому что месяц для отношений это очень мало. Очень мало. Так. Не хватает мне смелости сказать то, что лежит на душе, или даже банально поговорить, не считая рутиной обычных вещей. Что-то среднее, она стесняется, подавляется в себе. Это комплексы, и это со временем, со временем она начнёт вам об этом говорить. Ну, это если мы не берём в расчёт то, что вы можете обратиться к психологу, даже вместе с ней, или её к психологу прислать, или просто предложить ей помощь психолога. Например, вот на ресурсе, как вы это сделали. Со временем девочка вам будет что-то раскрывать усилий, но привыкнуть. Она просто тяжело сближается с людьми. Вот. Другое дело, что если с ней пора не поработать, то раскрывчасть она будет требовать от вас того, что, в общем-то, не должна. Но это всё, это уже деталь. Дальше. Значит, то, что она стесняется и подавляет в себе, это комплексы. Если она будет больше вам доверять, комплексов будет меньше, конечно. Я пригласил поговорить на днях и обсудить сложнейшуюся обстановку. Какую обстановку, я не очень, не очень понимаю. Конфликт вы вроде бы разрешили, по вашим словам, непонятно в какую именно обстановку. Подобный серьёзный разговор, мне кажется, для метод соотношений, серьёзные разговоры будут чересчур мелочными для вас. И будут говорить о том, чего по сути нет. То есть это будет слишком, будет излишняя рационализация чувств здесь. Хотя, чуть как таковых ещё может не быть вообще. Поэтому говорить-то по факту не о чём. Вот. Значит, это наш первый серьёзный разговор. Прошу вас подсказать, как правильно я могу провести с ней разговор, чтобы подсказать, показать первые шаги, чтоб она задумалась. Никак, никак, Евгений, никак. Психологическая этика запрещает нам помогать людям через третьих лиц. То есть мы можем поработать с ней, мы можем поработать с вами, но вот так вот это не профессионально, что же вы говорите. Я могу только сказать, что вы можете заявить о своих желаниях, о том, что вы хотите, рассказать о том, чего вы хотите, подробно от неё. Ну, например, для себя вот, чего вы хотите. Вот. И вы можете спросить у неё чего хочет сама. Вы можете её успокоить, вы можете донести, что вы примите любые желания, что вы готовы всегда её выслушать, что вы не телепат, что вы о многих вещах догадаться просто не можете, что вы не хотите её обижать и так далее, и так далее. Это просто вот такие вот моменты. Да, это общие самые, но, простите, а девочке вы ничего не сказали. Вот именно по тому, что вы донесли до нас, ей нужно вот именно это. Всё остальное, более подробно, это только на личной консультации, потому что я могу, например, вам задать вопрос, который меня интересует, да, расспросить побольше. Итак, далее. То, что вы сейчас предлагаете, ну, это просто не серьёзно. Вот. То есть разговор серьёзный, а подход, подход у вас не серьёзный совершенно. Вот. Значит, насколько важен этот период для каждого из нас. Кто сталкивался с подобными случаями? Вы знаете, Евгений, нет никакого важного периода сейчас, потому что у вас слишком мало связи. То есть она к вам не привыкла. Я ничего не знаю о ваших чувствах. То есть любите вы, не любите вы, любит она вас, не любит она вас. Поэтому, поэтому, мне кажется, на данный момент вы форсируете события и просто-напросто усложняете. Эта девочка может оттолкнуть. Как правило, человек, когда он пережил какой-то негатив, ему нужно время, ему нужна поддержка, ему нужно крепкое плечо рядом. Вот дайте все это девочке, просто будьте с ней и всё, и она постепенно с вами будет раскрываться. Ага, вот этими разговорами вы просто-напросто будете ставить её в неловкое положение, она ещё больше будет стеснята. То есть смотрите, вы предложили ей поговорить, и она всё это время будет ждать. Она всё это время будет ждать. То есть сегодня понедельник, ну по Москве, а вы поговорите в четверг и пятницу. То есть сегодня, завтра и послезавтра она будет жить в преддверии этого разговора. Она будет переживать не самые лучшие эмоции. Подумайте, зачем ей это? Зачем вам это? Ну если вы хотите поговорить, ну предложите поговорить спонтанно, когда вы вместе, чтобы у неё не было времени волноваться. А сейчас я могу только представить себе, что она думает, что вам что-то не даёт. Она думает, что вы от неё что-то не получаете, и вы не хотите с ней быть без этих разговоров. Что естественно её ещё больше от вас отдалить. Конечно же. Вот. Потому что она будет переживать. Вот. Так что, я думаю, вам стоит подумать, не спешите ли вы. Вот. Обязательно, обязательно на консультацию с психологом для более подробного изучения её психологического портрета, для корректировки своего поведения. Это да. Это обязательно. Но если вы не хотите, то не торопитесь. Не торопитесь. Позвольте девочке самой раскрыться перед вами, а вы подумайте, для чего это всё. Зачем? Зачем после месяцев знакомства вы уже какие-то серьёзные разговоры начинаете заводить? Вам это вообще. Лично вам. Вот. С вами можно будет поработать. С вами. В чём вы видите проблему и какую обстановку вы собираетесь обсуждать со своей девочкой. Оп. Потому что у меня складывается такое впечатление, что это нужно больше вам, чем ей. И вот возникает вопрос, если это нужно больше вам, чем ей, то почему она должна отдуваться за то, что нужно вам? Вот. Получается, что вы относитесь к ней открыто и по-доброму для какой-то своей цели. Это неправильно. Ну то есть, это деструктивно для отношений именно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...